Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин падает, потому что MTGOX начали распределять свои биткоины. Они отправили их на Кракен. А что еще интересного произошло? Вчера запустились торги на эфиреум ETF. И было продано эфира на 1 миллиард долларов. И Грейскейл продает свои эфиры, точно так же, как они продавали свои биткоины, на запуске биткоин ETF. И пампа нет, потому что Грейскейл продает. Биткоин сидит на отметке 65 900 долларов. Двойная вершина на отметке 68. И затем вот случилась коррекция к 65 900. Тем не менее, пока что мы видим восходящий тренд и хорошие торговые объемы. Индекс страха и жадности находится на 69. Ставка финансирования 0.001. Картина не очень-то привлекательная. Вчера было заметное падение. Это видно на 15-минутном чарте. Двойная вершина на 68 000. А затем биткоин опустился на 65 946 долларов. Тесла тоже падает после публикации финансового отчета. Вчера было минус 2%. А как был опубликован финансовый отчет, то еще минус 8%. Это, конечно, плохо для держателей Теслы. Но тем не менее, я покупал по 141 и буду добавлять еще по 200. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. И опять же, смотрите, Тесла минус 2%. Но пока что не дошла еще до отметки 200, где я хочу еще докупить. Смотрим теперь на биткоин. Максимум опускается на дневном таймфрейме. Двойная вершина на недельном тоже идет вниз. И вот смотрите, максимумы становятся ниже. Здесь ниже, снова ниже, ниже, и здесь тоже ниже. Стохастик разворачивается вниз. Криптогорбот все еще держит сигнал на покупку, которую он дал еще в феврале прошлого года. До сих пор не перевернулся в продажу. Биткоин-индикатор бот дал сигнал на покупку. От уровня поддержки. Биткоин все еще находится над годовой трендовой линией. Но стахастик на недельном развернулся вниз. А на дневном стахастик нарисовал двойную вершину. Биткоин в первой волне лета. Это неплохой был импульс. Поднимались на 68500 и опустились на 65500. Биткоин находится в канале. Ходит между 73 и 53, но последний максимум нарисовал ниже. Двойная вершина на стахастике. Вчера нужно было продать на этой двойной вершине стахастика. На четырехчасовом стахастик в перепроданности. И аналогичный паттерн здесь. Тут можно такие маленькие волны лета нарисовать. Первая волна, коррекция. Вторая. Но это, конечно, ни о чем. Я вижу здесь перевернутую голову и плечи. Скорее. Плечо, голова и плечо формируются. Похоже, что большая перевернутая голова и плечи. В принципе, я бы оставил эту торговую идею. Зайти на 64498. Эту торговую идею я давал, когда биткоин стоил 68. И теперь он опустился на 65900. Цена входа 64498. Стоп лосс на 63842. Тейк профит на 88 тысяч. Если действительно биткоин опустится на цену входа, это означает, что первый импульс закончился. Но пока что это не подтверждено. Закругленная вершина. Ну да, неплохо провалился. На продаже маунт гокс. С 68 ушел на 65. Да, оставил бы эту торговую идею. 64498. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. И все остальные курсы тоже пройдите. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму. У меня на Bybit открыта сделка на биткоине. И вчера она была в плюсе на 40 тысяч долларов. Сегодня на 29 300. То есть, меньше прибыль на 10 тысяч долларов. Размер позиции 267 тысяч долларов. Ставка финансирования позитивная. То есть, я плачу за удержание этой позиции. На балансе 583 400 долларов. На неделе минимум был 579. Максимум 611. И теперь 583. Да, примерно 30 тысяч. Давайте-ка посмотрим на общую капитализацию рынка. Что там интересного? 2,3 триллиона. Перейдем сразу на недельный. Тоже над годовой трендовой линией. И я все еще вижу большой бычий флаг. Флагшток. Это общая капитализация криптовалют. И бычий вымпел. Похоже на огромный бычий вымпел. Стохастик уже развернулся вниз. Очень быстро. Но я все-таки вижу огромный бычий вымпел. И если этот вымпел отработает, то тогда мы можем измерять расстояние, которое пройдем по высоте флагштока. 3,5 триллиона долларов. Имейте в виду, ребята, что это общая капитализация рынка криптовалют. И что еще я вижу интересного? Это огромная чашка с ручкой. И если эта фигура отработает, это на общей капитализации рынка криптовалют. Всех криптовалют, включая биткоин. То тогда общая капитализация рынка будет... Чик. 4 триллиона долларов. 4 триллиона, ребята. Теперь давайте почитаем комментарии. Пепе. Не надо интро. Больше похоже на нисходящий клин. Брод и лучший. Продолжай в том же духе. Спасибо. Какое будущее у биржи Байнанс? Это очень хорошая биржа. Надежная. Самая крупная в мире. Но я для трейдинга в основном использую Байбит. Джеймс, ты лучший. Привет из Британии. Смотрю тебя с 21 года. Что ты думаешь о ворлдкоине? На ворлдкоине происходят крупные разлоки. Но у меня крупная позиция в этой монете. И я думаю, что ворлдкоин перепродан. Привет из Пакистана. Вот, ребята, пишите, кто откуда. Казахстан. Очень многому у тебя научился. Спасибо, Джеймс. Смотрю с августа 21. Привет из Таджикистана. Круто. Зрители по всему миру. Привет от Криса из Калифорнии. Сделайте их анализ по биткоин кэш. Сделайте их анализ ворлдкоина. Хорошо, давайте на ворлдкоин. Потому что многие спрашивают. У меня целый мешок ворлдкоина, но там очень крупные разлоки. Поэтому нужно быть очень осторожным. Тут были всплески на объемах, я смотрю. На прошлой неделе. Сильная поддержка для покупки на ворлдкоине. Это где? Похоже, что бычка-то закончилась на этой монете. Одна зона покупки на доллар 80. И вторая на доллар 40. Здесь можно было бы подбирать ворлдкоин, ребята. И еще один уровень ниже. Но, ребята, имейте в виду. Из-за этих крупных разлоков там может быть давление продавцов. Очень сильное. Кстати, многие спрашивали еще про Юнисвап. Юнисвап у меня тоже много, поэтому давайте сделаем... Ого, смотрите. Я вижу тут сходу большой паттерн. Что-то типа такого формируется на Юнисвап. Ни хрена себе. Огромный шикарный паттерн. Вау, ребята. Это массивный симметричный треугольник. Или нисходящий. Внутри давление, давление. И выходим вверх, когда пройдем 70% длины. Расстояние меряем по основанию треугольника. Поэтому Юнисвап будет вылетать вверх. Будет шикарный рост. Но у меня там довольно крупная позиция уже в Юни. И цель этого движения может быть 18 долларов. Я думаю, что после запуска эфириума ТФ, много денег придет в Юнисвап. Но также сопротивление на Юни есть вот здесь на 12 долларов. Прекрасно. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. Спасибо вам за комментарии. Продолжайте писать, задавайте вопросы. Всех поздравляю, кто покупал... Я не знаю, короче. Кто со мной торгует, всех поздравляю. Кто смотрит мои видосы, для вас записываю бесплатно уже 4 года. Всех поздравляю студентов, которые прошли мои курсы. И твиттер я веду с 13 года. Всем хорошего дня и увидимся завтра.